А какой ещё культурный шок? Какие-то ещё моменты вот после жизни в Японии и жизни в Америке? Я скучаю по комбине, безусловно, потому что, ну, Фэмили Марк любимый. Если ты не оставишь 15, то они скажут, алё, где бабки? 6 миллионов? 6 миллионов йен? Что, серьёзно? Уж боже, как в Японии дёшево! 8 долларов? Это же 1100 йен! Ужасно! Улаты? Ну, в целом, конечно, я не могу скрыть того, что я задумываюсь о том, что когда-нибудь я хотела бы вернуться в Японию. Очень осторожны! И потом весь мир начинаешь сравнивать с Японией. Итак, всем привет! Мина-сан, конничива! Ашия дес. Кёва, дочера-сама деска? Катурин-сама. Катурин-сама. Мина-сан,覚えてますか? Чёду 1-нен前ぐらい. Ну, 1-нちょっと過ぎ. 1-н前ぐらい,日本に来たばっかりの時に1回インタビュー撮ってたんですけど… 1-н近く日本に留学してロシアからのパチシエ,元パチシエで… 次はアメリカに渡ったんですよ. Аメリカで次は,なんと,映画の勉強? 1-нぐらい,日本に住んでから,次はアメリカに渡って… アメリカで映画の勉強? 動画の作成? Чё ты изучаешь? Я изучаю кино, я учусь на filmmaking-программе, ну, аспекты операторской работы, сценарное мастерство, свет, звук, ну, короче, всё, что можно придумать, продакшн, всё изучаю. И ты живёшь в Нью-Йорке? Да, в Руклине, если быть точнее. Вау,今までロシアに住んで,日本で1年近く住んで,次はアメリカに渡って,アメリカでも…何ヶ月? Я уже 4-4 месяца, и 5-4 месяца. 今日の動画で,日本に住んでからアメリカに住んで,東京とニューヨークちょっと比べて,その… ロシア出身の人からの目線で,色々なことがあると思うので,今日は聞きたいと思います. よろしくお願いします. よろしくお願いします. つепиться, и лучше ещё его убрать куда-то в карман, потому что тебя его могут просто как бы выхватить. Ну да, и в целом как бы спать, наверное, в метро тоже особо не получится, хотя в Японии я всегда это делала и практиковала, и все японцы, в общем-то, как я замечала, это делают. Вот в Нью-Йорке спать-то не очень, ну, тоже безопасно, и много каких-то странных там личностей. Иногда приходится переходить из вагона в вагон, потому что просто человек начинает орать. Ну, это, конечно, сравнится с Японией, когда ты можешь там… ну, то есть я в Америке, я не спускаюсь в метро после 10 вечера. Вот. И в Японии как бы там оно работает до 12, до часа, ну, ты можешь поздно поехать и чувствовать себя в полной безопасности, идти ночью по улицам, тоже всё суперлично. А в Америке как бы, ну, как бы придётся брать такси, и стоит оно здесь очень-очень дорого. Ну, поэтому для меня токийское метро, московское, потом все остальные метро мира, и потом Нью-Йоркское. Тяжело. Но тебе приходится каждый день в школу ездить. Да. Насколько я знаю, Нью-Йорк — это очень дорогой город в мире, хоть один из самых дорогих. Из России приезжаешь в Японию, кажется, что в Японии дорого. Но мне кажется, ты приезжаешь в Америку, там просто вообще запредельно. Ты думаешь, боже, как в Японии дёшево, как в Японии там еда дешёвая, нету чаевых, самый там лучший сервис просто на планете в Японии, в Америке. Ты ещё должен чаевые оставить за такой себе посредственный сервис, и чаевые минимум 15%, если тебе не понравилось. Если понравилось, это 20-25. Если ты не оставишь 15%, то они скажут, алё, где бабки? Ну, то есть у меня была такая официантка такая, говорит, вообще-то нам не платят зарплату, вообще-то наши зарплаты чаевые. И ты такой, а почему меня это должно волновать? Ну, то есть это работодатели, они перекладывают ответственность на посетителей, чтобы они платили зарплату их же работнику. Ты покупаешь просто тупо макароны с сыром, и ты за это платишь без напитка, без ничего, и это будет стоить, ну, 23 доллара. Ну, то есть она будет стоить где-то 19, и плюс ещё 3 доллара чай. Ну, то есть получается как-то вообще неприятно, 22 доллара просто за... Нет, ну там, конечно, это вкусная паста, но это не то, чтобы... Нет другой опции купить это подешевле, то есть ты минимум покупаешь сэндвич там за 13-14 долларов. Ну, кофе вот в Старбаксе. Да, Старбакс тоже обратила внимание, интересно, цены. Японский Старбакс, стоп. Мне как будто бы проплатила Япония за любовь. Ну, блин, просто очень сложно воспринимать Америку после Японии, как будто бы в Японии всё лучше, кроме авокадо. Потому что в Японии я не ела авокадо, они были какие-то реально дорогие и как-то твёрдые, не знаю. А вот в Америке я ем авокадо, там, практически, там, раз в день по авокадо я съедаю. И оно очень вкусное. Наверное, Мексика, потому что рядом. Ну, учёба в школе там, я думаю, там высокий уровень, тебе, наверное, нравится это всё. Да-да-да, это безусловно. Но за этот уровень ты тоже, безусловно, отплатишь дофига. Где-то, ну, 45 тысяч долларов в год. 6 миллионов? 6 миллионов йен? 6 миллионов йен? Что, серьёзно? 6 миллионов, это оберт дохуя примерно. Это реально дохера, и плюс ещё тебе нужно платить за жильё, все дела, и как бы ты думаешь, ну, в Японии было бы прикольно. Но это можно было бы в Японии жить, наверное, лет 7. Ну, 5. Ну, я не знаю. Да, просто жить, просто своё удовольствие, ничего не делось. А я вот живу, мучаюсь в Америке. Сколько стоит примерно средний напиток в Старбаксе? И там платят чаевые, нет? А вот в Старбаксе ты можешь не оставлять. В принципе, ты везде можешь, ну, если это фудкорты, ты можешь не оставлять и быстро уходить. Ну, вот латте с отомирку, от сумирку, вот это всё, стоит средний размер, ну, 8 долларов примерно. 8 долларов? Да. Латте? 8 долларов? Это же 1100 йен. Ужасно. Латте? Да. Капец! Это жопа. И я приучилась просто в Японии ходить в японский прекрасный Старбакс. Это какую-то мне давало счастье и радость, какой-то вот эта вот атмосфера. И тут я приученная приехала в Америку и просто... и попала в эту ловушку. И я хожу, думаю, блин, капец дорого, ну ладно, пойду возьму сегодня. Ну, короче, это реально очень печально и очень дорого, но здесь... Ну, дорого, то есть всё? Я так понимаю, если ты там учишься постоянно, у тебя даже нет возможности подрабатывать. Ты не имеешь права это именно легально делать по документам, потому что ты студент по визе F1. Я не смогу зарабатывать в долларах в ближайшие там 8-9 месяцев, пока я не закончу школу, потому что у меня одногодичная программа. Одные группники, которые учатся на бакалавр, и вот там я вообще не понимаю, какую-то такие деньги, потому что это 3-4 года. И даже на бакалавра нельзя работать? Нет. Это надо быть просто очень богатым. Если ты закончишь вот эту программу, ты, наверное, можешь претендовать на работу со соответствующей закладой? Ну да, надеюсь. А какой ещё культурный шок? Какие-то ещё моменты после жизни в Японии и жизни в Америке? В целом, что в Японии как-то очень много людей, но всё равно я себя чувствовала там как-то расслабленно. А здесь вот как бы ходишь по Манхэттену, смотришь на эти высокие там здания, думаешь, вау, это тот самый Манхэттен, и с другой стороны ты как-то всё равно не расслаблен. Не знаю, может быть, просто мне так не повезло, потому что я знаю многих людей, которые влюблены в Нью-Йорк. Но, возможно, они не были до этого в Японии. Просто получается, что я как бы живу в Нью-Йорке, но ощущения этого абсолютно как бы нету. Я даже иногда думаю, что... Я всегда мечтала приехать там в Нью-Йорк с 15 лет. Прошло там сейчас 10 лет, и вот я в Нью-Йорке, и ощущение как будто бы у меня город не дождался. То есть, ну, как бы он как будто бы чуть-чуть испортился, потому что многие, кто там живут, говорят, что он последние несколько лет как бы стало вот грязнее, и цены как бы тоже там на квартиру. То есть, ты будешь снимать в месяц однушку за 2200 долларов, в лучшем случае. И как бы это дороговатенько, конечно. Жильё, конечно, дороже тоже, чем в Токио, да. Ну, у меня прошло только 4 месяца, может, ещё я адаптируюсь, и мне там понравится. Но пока что у меня ещё идёт какой-то этот культурный шок и непринятие, скорее всего, из-за этого у меня такие впечатления. Но как бы всё равно я ничего не преувеличиваю, говорю, как есть. Но авокадо офигенно. Ну, то есть, ты изначально, когда уезжала из России, ты планировала год в Японии, а потом год в Америке. Сейчас, может быть, ты там, после, по прошествии времени этого опыта, ты хотела бы, может быть, вернуться в Японию или куда-то ещё поехать, или остаться в Америке, в Нью-Йорке, не знаю, как. Вот насчёт Нью-Йорка я не уверена, вот если что-то изменится за эти 8 месяцев, и мне вдруг понравится Америка. Я бы хочу, конечно, попутешествовать по стране, чтобы составить какое-то более честное мнение, потому что Нью-Йорк — это не Америка всё-таки. Но в целом, конечно, я не могу скрыть того, что я задумываюсь о том, что когда-нибудь я хотела бы вернуться в Японию. Ну, потому что уровень жизни, он как бы другой. Нет, конечно, вот вопрос визы меня интересует, как это устроить, потому что чувствовать себя в безопасности, нужно иметь хорошую визу, в которой ты как бы уверен. Прям послушать тебя, это кажется, как будто в Америке там как-то всё очень тяжело, плохо после Японии особенно. Ну, есть, наверное, какие-то моменты, когда авокадо хорошее. Ну да. Амевокадо. Нет, ещё манго очень вкуснее. Потому что в Японии манго вообще я как-то очень их мало видела в нормальных ценах до 3000 йен. Ну, так, надо подумать, что хорошо. Вот как бы я просто пью каждый день очень много воды, типа это здоровье, все дела, и понятно, что мне нужен туалет, как бы. И в Америке, если ты там как бы на улице думаешь, ну всё, значит, ну куда-то надо либо ресторан, либо что-то, каких-то общественных туалетов, их очень мало. Платные туалеты общественные или нет? Да их просто как бы нет. Ну, как бы они есть, но как бы они либо очень-очень грязные, их в целом как бы очень мало. Не, ну мне, конечно, не хватает сервиса, потому что здесь ты как бы приходишь только если в каком-то люксовом там ресторане. Ты получишь там, ну, сервис как бы, когда о тебе как бы заботятся почти на таком же уровне, как на японском, всё равно ты чувствуешь, что, а, ну, они хватят чаевые. Ну, и это мне всегда не нравилось в других странах. Японцы очень хорошо создают это впечатление, то есть ты такой вот дорогой гость. А здесь ты как бы всё равно чувствуешь какую-то такую, ну, типа, ну, чаевые вот нужные. Если тебе воды налили, ты думаешь, блин, это ещё больше чаевых оставлять надо. Ну, то есть есть такое. Я скучаю по вот возможности путешествия по стране, потому что я, например, думала, куда уехать на выходные из Нью-Йорка, ну, где-то в районе, там, двух часов, и очень сложно найти какое-то нормальное предложение по гостиницам, и в целом здесь гостиницы, вот, они начинаются где-то 200 долларов за ночь. Что очень мало предложений отелей. В Японии там смотришь, там в какой-то деревушке, там куча разных, там, отелей разного уровня. И дорогой, и дешёвый, да. Да, да, да. А здесь ты смотришь, вот там карта, то есть ты её отдалила уже как только можно, и там только один отель в этом районе, ну, то есть мало как-то, не знаю, развиты, что ли. Не знаю, по крайней мере, вот я смотрела отели в районе вот Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вирджиния. Я скучаю по комбине, безусловно, потому что там всё время, мне очень нравится японский сервис в том, что они всё время, и мы придумаем что-нибудь новое. Вот будут падать кленовые листья, мы сделаем десерт с кленовыми листьями, ну, там, когда будет там зима, будет вот такая вот атмосфера снежная, сделаем какой-нибудь белый десерт. Ну, то есть они вот заморачиваются на сезонность, чтобы было красивенько, всегда всем интересно, и в Америке скорее, ну, дайте мне просто кофе с молоком. То есть вот в Японии тоже было очень много каких-то авторских напитков, там, с чёрным кунжутом, с какими-то сакурами, там. И это же так просто, я не знаю, почему в Америке это не так сильно развито. Ну, то есть там есть, но это прям надо поискать, то есть это не прям в любую эту кофейню зашёл, а такой, ой, как здорово, как интересно. Вот мне не хватает вот этого японского креатива, когда ты всё время что-то интересненькое. Сезонность какая-то, да? Да, вот сезонность, и вот маркетинг как-то в Америке расслабленно работает. И так все покупают. Латы за тысячу иен, и всё. Типа, нет, американцы, им же нормально, они просто пьют американо свою разбавленную, я вообще такое не могу, и я не понимаю в этом прикол. Ну, это не моя история, но вот... То есть нет спроса, ну, поэтому и нет предложения. Может, они бы и перестроились, если бы они давали предложения. Али что, так можно. Отелями какими-то нормальными не балуют, вот, какими-то разнообразием в еде, и, в принципе, ну, как бы, да, здесь много есть кухни всего мира есть в Нью-Йорке, но как-то, блин, не знаю. Скучновато чуть-чуть, да? Ну, чуть-чуть, да. Может быть, просто нужно иметь больше денег и посещать больше заведений, это, конечно, тоже опциональное предложение. Просто я люблю ещё, мне нравилось, что ты можешь всегда зайти в комбине и взять, там, кофе, когда тебе хочется, вот это вот, там, осеннее, осеннего настроения. Просто мне очень нравился вся весь сервис комбине, потому что там можно распечатать фотографии, можно вообще всю жизнь сделать, находясь внутри комбине. Фэмилий, наверное, любимый. Надо мне что-то хорошее, да, рассказать про Америку. Думаю, да, потому что когда ты начинаешь, когда ты приезжаешь в Японию, когда ты приезжаешь в Культуру, оно как какой-то, не знаю, наркотик, что ли, потому что с него не слезть, у меня не получается. Потому что я один раз приезжала в Японию, я просто потом грезила Японии два года, вот я приехала, пожила в Японии девять месяцев, вот я теперь в Америке, такая, о, Япония, ну, то есть, я не знаю, как это работает, но, конечно, я хотела бы, наверное, вернуться, пожить в Японию. Вызывает привыкание. Реально, реально. Иди осторожны. И потом весь мир начинаешь сравнивать с Японией, у Японии очень много минусов, но для меня есть очень много плюсов, вот, самый, наверное, большой минус это тараканы, летающие огромные, и жара. Тараканы, да. С этими я тоже готова мириться, и визы неприятные. Вот, но, конечно, я бы хотела пожить в Японии еще, может быть, даже и состариться, не знаю, как пойдет. Вот, это, японии, т.к. здесь, если, конечно, япония, т.к. здесь, конечно, японии, Нет, в Америке очень круто работать. Ну, именно вот зарабатывать, строить свой бизнес, потому что здесь много очень крутых людей, которые талантливые, креативные, они со всего мира. И в этом, конечно...